всем привет с вами милана мунлайт и сегодня у меня будет обзор моих помад от иван всем желаю приятного просмотра одна из первых моих помад губных это вот такая помада от иван true color оттенок rose крем не знаю видно ли будет фокусировка вряд ли это случится в общем оттенок у меня rose крем вот уже такое меня остаток в помаде села снимать у окна надеюсь что будет ярко при дневном освещении более натуральная картинка но вот что то не знаю такой на камере кирпичный оттенок на самом деле это такой полупрозрачно ягодно такой то что арбузный а такой ягодно ну полу вишневый оттенок легкий вот уже рыженьки в нем нет красиво смотрится с белой блузкой полупрозрачная такая мат но не не матовая увлажняющая помада мне нравилось удобно взять сумочку удобный формат такого как карандаш stick и достаточно много я использовала но не до конца пользуюсь редко но пользуюсь ее необходимо обновлять губы она не сушит что мне очень нравится но это конечно не матовая помада а более такая увлажняющая бальзамного типа давайте попробуем верно наслоить больше но она вот достаточно быстро уходит на что пользуюсь я и не так уж и часто такого плотного цвета нет ну вот с карандашом конечно это все будет плотнее в общем тот подарок сюрприз не в принципе понравился и помадка понравилось потому что себе я вряд ли вы купила эту помаду помада люкса я ее получила вместе с заказом воды фаровые beyonze moon также еще карандаш для век оттенок ластыри ньют да вот сейчас есть фокус и я хочу показать вам в каталоге как выглядит данная помада вот смотрите в каталоге она идет такая прямыш коричневая на самом деле она не такая коричневая заявлено что это увлажняющая помада шелковой текстурой дарит губа мягко сделает четыре раза более объемными увеличенными хочу сказать что здорово применять эту помаду вместе вот с карандашом то есть я наношу например контур для губ сейчас вам покажу вот у меня карандаш такой такой рыжий как кажется на камере более такой теплый розовый оттенок и помада то есть она такая полупрозрачная вот как такой бальзам для губ но с золотым финишем и она принимает вот оттенок карандаша то есть если сделать контур губ каким-то оттенком карандаша то получится что и вся помада будет восприниматься более так и губы объемнее и будет фоновый такое контура карандаша то есть она не перекроет сам карандаш и мне вот этот эффект супер понравился я первый раз наносила бежевый карандаш и казалось что она такая бежевая золотая ну в общем классная помада и вот я мог много раз давайте заново да нанесу спотч можете видеть разницу вот с карандашом и без карандаша то есть ей можно задать любой полутон зависимости от вашего карандаша здесь вот у меня еще есть такой более холодный розовый давайте попробуем классно лежит на губах да вот и будет более такой холодный розовый то есть и то что заявлено что вот здесь такая коричневая помадка до стики она конечно коричневая но чтобы добиться такого эффекта темного нужно я не знаю либо темный карандаш применять либо но много раз наслаивать но это не даст такой насыщенности помада увлажняющая уход за губами не такое есть мне понравилась помада такой помада мне не хватало хоть это не совсем наверное актуальная до текстура возможно более матовые такие сатиновые матовые помады сейчас моде но иногда хочется сделать осенний такой макияж губ где будет присутствовать именно такой золотой отлив вот он как нельзя кстати вот ну подходит в такие макияжи обожаю мне понравилась данная помада я буду оставлять на фоне помады чтобы кадре смотрелись красиво далее у меня есть масло для губ это оттенок блоссом его я уже наверное больше года использую его я заказывал своей подруге пока еще сама его нам не занялась классно она стекловидно лежит на губах нравится мне оттенка конечно здесь нет то есть более такое стеклянное но плотное покрытие она не растекается но если в течение дня активно пользоваться к вечеру ощущается что губки немножко когда его стираешь хочется нанести гигиеническую помаду такой эффект что как будто чего-то не хватает на губах принципе но это не прям масло потому что я пробовала кушан от ланком и кушаны ланком были более масляные более как-то прям проникали в кожу губ ухаживали за ней после них вообще ничего не было здесь же более так не масло а скорее такой ну как такой финиш более силиконистый что ли так можно выразиться неплохо но мне не нравится что потом хочется по ухаживать за губами несмотря на то что это заявлено как масло так что вот помаду с типом масла можно в принципе и поискать более других каких-то сегментов более люксовых чтобы они действительно прям ухаживали потому что здесь все-таки больше идет покрытие такое не совсем питательное так можно выразиться сейчас хочу вам найти другие помады которые меня есть наличие чтобы сравнить вместе с оттенком так ой подождите я нашла вот эту помаду rose cream она кстати есть каталоге до сих пор представлена вот этот оттенок вот этой помады красный так смотрится давайте сравним практически да практически цвет совпадает и он не такой кирпичный как вот этот оттенок закат а более такой малиновый красный и так будет выглядеть swatch в общем неплохая помадка кстати вот в ноябрьском вот этом каталоге она идет аж по 209 рублей и если честно мне вот захотелось оттенок капучино и сама текстура мне помада понравилась вот я думаю заказать или нет но цена бюджетная формат удобный аккуратное нанесение вот возможно я закажу далее у меня есть помады совершенно случайные моем заказе не прислали в моей посылке вот этот оттенок это идет сочный кремовый финиш ультра кремовая нет просто увлажняющая кремовая губная помада ультра оттенок шик вот этот оттенок черешневый шик так выглядит сама упаковка помады здесь вот можете увидеть название помады шик я думаю что она коричневая такая прям ретро коричневая раньше кстати моя мама обожала у нее у меня есть косметичка старые косметики такой советской и там прямо такая коричневая такая прям мега какой-то ретро оттенок таких оттенков я не видела но он такой специфичный я подумала что это такой же оттенок но нет с ним кстати вообще замечательно он уходит даже больше в розовый такой цвет нанесу я наверно сюда чтобы можно было сравнить плотность вот плотность нанесения кстати вот так же как вот с этой помадой которая в таком вытянутом дизайне но вот эта помада более увлажняющая и она идет такая более роза пыльная роза что ли можно так сказать что оттенок не совсем прям уж такой черешневый шик я вставлю конечно картинки фотографии как эти помада смотрится на губах ну некоторые из них по крайней мере но мне оттенок понравился и кстати вот она мне недавно и пользовалась не так уж много удобный вот этот скос приятно наносить помаду сразу идет эффект увлажнения сама помада красиво смотрится прям такая знаете классическая помада с легким таким сияющим финишем серебристым немножко оттенку как такой как ретро уклон получается такой ретро блеск но но не такой яркий чтобы прямо уж как-то смущал вот этот блеск кстати показан в каталоге вот такой эффект на губах он и есть но помада прям в течение дня хорошо держится не образует белую полоску не скатывается прям супер я довольна и можете сравнить конечно вот оттенок да он такой немножко вина коричневенький немножко пыльная роза через металлик ну конечно же это не такой прям насыщенный не знаю вот конечно помада она более менее приближенная но все равно на картинке это все смотрится буквально как такой насыщенный но он не насыщенный цвет такой будет не такой яркий не такой темный вот в общем этой помадкой я довольна далее последние мои две помады эта серия гиалуроновая матовая помада с такой сердцевинкой заказала я в октябрьском каталоге вот так она выглядит когда новая я все думала знаете заказать hydroping клубника со сливками конечно же меня привлек загадочно лиловый оттенок таких помад у меня мало и практически нет я все думала либо hydroping но я подумала что это будет такая грубая прям розовая помада и выбрала наверное самый светлый оттенок это hydropion вот у меня две помады начнем с hydropion такая коралловая персиковая помада светлом тоне вот к сразу кстати идет такой свежий какой-то наверное это гиалуроновая кислота так пахнет аромат свежий такой цветочный немножко нанесение вот здесь серединка ее не видно уже но она как бы уважняет и вот эта помада не оставляет белую полосу она супер матовая когда если ваша работа связана с постоянным разговором на тоже если вы не преподаватель но к середине дня до обеда она уже скатывается такими комочками по краям и потом уже образуется белая полоска и когда обновляете после обеда помаду то полоска белая не исчезает нет просто не понравился эффект на губах я мягко сказать разочарована потому что мне такой формат и ощущение на губах плотного такого покрытия матового не совсем подходит я люблю более увлажняющие помады невесомые на губах здесь же это не совсем моя история можете видеть оттенок вот он hydropion и весенняя нежность да он такой легкий весенний особенно с такой одеждой кораллово светлый либо розовый смотрится красиво освежающие но вот образуется полоска скатывается по краям в уголках губ и не совсем я в общем довольна на следующий день ее применять точно не хочется хочется как-то ухаживать за своими губами и второй оттенок помады hydra viola grey это загадочный лиловый он действительно такой вроде бы сероватый и фиолетовый странный достаточно оттенок но вот на свотче он приятный но не всем такие оттенки подходят и я думаю что наверное я в числе тех кому этот оттенок не совсем подходит ставлю фотографию я просто не такой чистый цветотип я не знаю наверно весна скорее всего и сероватые такие подтоны они меня нету в коже в чем-то в волосах вот этой серинки если так выразиться и смотрится это чужеродно я так думаю но меня привлекают такие странные необычные цвета помад можете видеться так вот сочетается как вот эта помада выглядит напечатанная каталоге стике и сравнение с рукой ой все я тут замазала каталог доход смотрится до более-менее схожа с каталожным изданием но больно умение такой серый более он какой-то такой с розовинка получается оттенок все равно это такой вот прям не знаю мистический такой немножко современно такой молодежный такой какой-то полу хэллоуинский необычный оттенок но нужно подпирать под образ тоже так же она скатывается губы у меня после нее кстати как-то начали то ли облазить тот что-то с ними стало то есть для губ она не совсем комфортно и и немножко губам хочется восстановления то есть эта помада я использовала сначала вот эту серо фиалковый до оттенок на второй день этот оттенок весенняя нежность и я поняла что два подряд дня нельзя применять эту помаду потому что она реально губы как делает хуже по качеству хочется все стереть и просто нанести бальзам вот это как в качестве исключения думаю мне хватит их надолго да мне нравится упаковка очень нежная приятная женственная приятно держать руках но формула не совсем уж сказать чтобы вау вот и я скажу вердикт что этими помадами в принципе не особо довольно мне больше нравится люкс помада и это увлажнение и вот эта помада в целом так мы можете увидеть сводчи на руке всем спасибо за просмотр подписывайтесь пожалуйста на мой канал пишите в комментариях ваши любимые помада ты его всем мира любви здоровья и что нигде не осталось прям я явного едкого такого пигмента который въедается в кожу для меня это несомненный плюс потому что я люблю недолго смывать помаду уж точно без мицеллярки и без каких-то специальных средств вот это конечно является большим плюсом для меня у нас там есть у нас есть а да вы а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok